Итак, друзья, привет! С вами Фавионыч. Сегодня короткое видео. Для тех, кто решил отредактировать и быстро отредактировать ваши фотографии в Photoshop, я покажу это видео. Я постараюсь это сделать очень быстро и для этого буду использовать Photoshop X. Так называемый Photoshop для мобильных устройств. У меня есть множество фотографий, но я сейчас возьму фотографию, и мы из нее превратим через некоторое время очень быстро в арт. Настоящий арт, который будет востребован людьми и в Инстаграме, и в других сетках. У меня несколько фотографий, но вот я выберу, например, вот такую фотографию. Так, здесь у меня рыбак сидит. Видите, домик такой есть, рыбак. Ну, рыбак здесь бедуду. А вот здесь вот у него удочка поднята, и здесь птичка мне нравится. Так что, надеюсь, давайте ее попробуем. Первое, что нужно сделать, открыть Photoshop. Значит, поскольку много лет назад я говорил, что сейчас актуальны черно-белые фотографии и фотографии, которые с эффектами, мы будем не просто делать черно-белые, мы можем делать с эффектами цвета. Я покажу, как это сделать и постараюсь это сделать быстро. Первое, что нужно, открываем настройки, заходим вот в эту часть, где настройки, да, и ищем раздел, передвигаем настройки по каналам. Инструмент HSL, так называемый. Выбираем насыщенность, центральную часть, и начинаем убирать цвета, которые мы считаем ненужны. В данном случае я буду выбирать все цвета, кроме красного домика. То есть я оставляю, убираю зеленый цвет, убираю голубой цвет, убираю синий цвет, фиолетовый цвет. Все цвета убираю. Зеленый тоже убираю и желтый убираю. В результате вы видите, что у нас осталось интересный, интересный только оранжевый и красный цвет. Дальше баланс. Значит, если мы уберем полностью оранжевый цвет, вы увидите, что лицо у человека пропало, поэтому человека тоже не видно. Но я хочу сделать таким образом, чтобы человек тоже был здесь. Поэтому оранжевый цвет мы увеличим. Вот таким образом. Красный цвет. Для того, чтобы усилить эффект, у нас здесь нет ничего больше красного, сделаем его поярче. Вот таким образом. Теперь вы видите, что фотография имеет интересный, необычный оттенок. Геометрия фотографии интересная. Дальше смотрим. У нас пересвеченное небо. Очень сильно пересвеченное. Поэтому мы... Кстати, да, еще один вопрос. Значит, на правой вкладке яркость мы можем изменить яркость объектов. Можем сделать совсем светящийся дом, можем сделать его такой темненький. Ну, темненький совсем не очень интересный. Вот такой, наверное, оставим. Давайте такой. Дальше перейдем на вкладку экспозиции. Изначально она стоит по умолчанию, поэтому, изменяя экспозицию, вы смотрите, насколько как бы ярко вы хотите оставить цвет. После этого мы видим, что пересвечено небо, поэтому белые цвета. У меня здесь небо пустое, без облаков, да, хотя у меня есть фотографии с облаками. Давайте это оставим вот таким образом. Подсветка. Я сделаю такой серый кадр, чтобы сделать его равномерным. Не будем делать геометрию. Дальше смотрим по теням. Значит, лучше не пользоваться контрастом, да, потому что контраст портит. Хотя в некоторых случаях можно как бы занизить контраст. Но я оставлю контраст неизменный. Я буду отдельно делать по черным и по теням. Значит, я люблю такие с низким контрастом, поэтому черные, сдвигая черные, вы увидите, что картинка становится более объемным, более четкой, да. Но при этом получаются такие контрастные вещи, да. Но мне это не очень нравится, поэтому я оставляю вот таким образом. Значит, тени. Вы можете подвигать туда-сюда, увидеть, что происходит. И на ваш вкус оставить именно тот стиль, который вам нравится. Я оставлю вот в таком положении. После этого мне потребуется откорректировать, если вы хотите увеличить четкость или уменьшить четкость, потому что в последнее время многие уменьшают четкость, и кажется, что такое аналоговое изображение получается. Вот для примера я вам покажу, что будет, если уменьшить четкость, да, вот такое размыленное изображение. Серое, да, такое получилось. Но если мы, наоборот, увеличим, оно будет перешарплено. Это не очень хорошо, поэтому это не говорит о вашем каком-то мастерстве. Можно чуть-чуть снизить резкость, да, чтобы некую такую атмосферу создать. Дальше, если вы хотите еще больше увеличить резкость, есть еще отдельно вкладка «Усилить резкость», да. То есть вы можете каждую деталь отдельно перешарпить, если вам это требуется. В данном случае мне это не требуется, поэтому я оставлю все без изменений. Значит, если у вас много шумов на кадре, соответственно, вы можете сделать, уменьшить их, да. Ну, определить их можно вот увеличивать, да, например. Уменьшить яркостный шум. И тот шум, который у вас есть, вы можете увидеть, к чему это произойдет, да, приведет. Тем не менее, немножко так все размажется, да, но как бы яркостный шум, который был от недостатки каких-то искажений и нехватки света вашего фотоаппарата, он уменьшится. У меня этого нет, потому что я снимал при ярком свете. После этого, допустим, что нам все устроило, и мы не будем, мы будем пользоваться геометрией, да. Значит, я в моих видео рассказывал по поводу геометрии золотого сечения и объяснял, что объекты, которые пересекаются вот на этих диагонах, на этих точках, да, ключевых, так называемых, или ближе всего к ним находятся, они наиболее выделяются зрением и как бы читаются хорошо. Здесь у нас лишнее небо, поэтому я его могу вот так отрезать. Видите, у нас рыбак оказался на этой полосе, а в верхней части у нас оказался лес. Если я еще сплю, получу интересный эффект, у меня домик будет на полосе, да, небо будет еще меньше, будет некая панорама, но здесь вы видите, что очень много места занимает как бы вода, а неба практически нет. Поэтому я изменю баланс, вот вы видите сразу готовый результат, да, я изменю баланс, я подниму немножко выше, можно до уровня горизонта, можно до уровня деревьев. Мне больше нравится вот эта диагональ до уровня деревьев, примерно вот так, да, чтобы это было таким образом. Оставлю в таком варианте. После этого мы можем сделать что? Мы можем сделать рамку, вкладка рамки. Здесь мы можем выбрать из готовых рамок. Множество рамок, которые в зависимости от того, какой стиль вы используете, да, вы можете использовать вот такие рамки такого плана с разной расцветкой, да. Вы можете использовать рамки, которые вот классические. Я, например, рекомендую всем начинать вот с таких рамок, да, двойные, да. Ну и здесь можно выбрать разные цвета самого оформления, да, в зависимости от рисунка. У нас черно-белый, поэтому я оставлю белый. Такой вариант, да. Ну, вы видите, края немножко здесь, эта рамка немножко засвечивает края. Поэтому классическая рамка, которая вот такого плана. Вот, видите, здесь, да, немножко тоже такой засвечивает получился. Но можем оставить такую рамку. Можем сделать рамку какую-то в более спокойных тенях, да. Или тонкую рамку, например, вот эта рамка я рекомендую всем. Она нейтральная, немного кадра съедает, но при этом эта рамка, в принципе, приличная. После этого вы можете ввести свой логотип. Если у вас не лицензионная версия, да, то есть вы не хотите платить в месяц какие-то деньги, вы можете просто забить текст, создать логотип вашей фотографии. Вот здесь нажимаете на текст. Выбираете стиль. Я выбираю первый стиль, вот такой. И дальше забиваете свой логотип. Или что вы хотите написать. Я пишу свой логотип в листовой фотографии. Он у меня уже забит. Ну и ставлю значок копирайта. И ставлю 2020. После этого я могу его изменить. Уменьшить в размере. Выбрать цвет. Помещаю в левую часть рамки. Цвет тоже могу поменять. Но здесь у нас все черно-белое. Я могу, конечно, сделать красного цвета, как домик, если хочется, да. Но я оставлю белый цвет. Можно сделать черный цвет. В этом, кстати, варианте черный цвет на интересе. И яркость тоже можно его изменить. Но прежде чем изменять яркость, обратите внимание, когда вы нажмете на так, вы увидите готовый результат по яркости. Если он плохо виден, соответственно, увеличивайте яркость. Я вот сделаю поярче. По контрастнее. Вот мы получили такой готовый арт, который можно рассматривать как и черно-белую фотографию, как цветная. Она будет необычная. Я надеюсь, что я вас не утомил. Ну а дальше вы это отправляете. Я отправляю, например, свой фликер, о котором я записывал много видео. Это лучшая площадка для фотографов, как для начинающих, так и для профессионалов. Ну и, соответственно, я его отправляю в максимальном разрешении. У меня здесь 4700 на 2500. И сохраняю фотопленки. Одновременно я могу его как бы сразу отправить. Могу из фотопленки отправить. Зайти в фотопленку. Посмотреть, что у меня там получилось из последнего. Ну или сразу напрямую отправить вот таким вот образом. Раз. Изначально в настройках у меня стоит уже включен фликер. Сейчас мы попробуем еще раз открыть. Вот здесь, видите, галочка есть. Сохранить и поделиться. Все. После этого у меня в моем фликере он сохранился. Ну и, соответственно, одновременно мы сейчас с вами можем там еще какое-то время потратить результаты. Увидеть, сколько людей его сразу увидеть. Ну и какая будет реакция. Если, конечно, у вас на это вредит все время. Мы его сейчас отправили. Он у меня здесь сейчас в публичных стоит уже. Сейчас мы перезагрузимся. Камера ролл. Она у меня закрыта пока. Сейчас мы его откроем. Сделаем общий доступ. Все, общий доступ. Я уберу титры все. Без названия. Смотрите мои видео по поводу того, как заниматься во фликере. Как настроить фликер. Как его сделать за 15 минут. Ну и после этого, я думаю, что у вас будет меньше всего вопросов. И я надеюсь, что ваши фотографии будут радовать людей. И все будет отлично. Ваш инстаграм. Ваши... Если вас интересуют фотографии, обращайтесь. Смотрите мой канал. Я думаю, что через некоторое время, если вы зайдете в мой фликер, листовую фотографию, вы видите, сколько людей отреагировало на эту фотографию. Как попадать в ленту Эксплор. Это 500 лучших фотографий со всего света. Каждый день она вывешивается. Ну и, соответственно, желаю вам удачи. Пользоваться фотоаппаратом. Пользоваться телефоном. Делать качественные кадры. Снимать и получать... Получать все лучше и лучше. Меньше времени тратить на обработку. А больше времени тратить на, собственно говоря, саму фотографию. Меньше времени тратить на обработку.